Этот импровизированный полигон создали специально для бойцов 79-й бригады ДШВ. Здесь тренируют солдат, которые пополнили ряды подразделения. Воюют десантники на горячем направлении фронта, поэтому на передовую парней сразу не отправляют. Новобранцы должны сперва пройти подготовку. Мы даем им понять, что нужно быть готовым ко всему. Именно здесь, в таких реалиях, мы показываем, как нужно перемещаться на поле боя под коптером, как уходить от сбросов. Если человек это все понимает, его можно привлекать к боевым. Позиции под Новомихайловкой. Там взрывы не прекращаются. Из-за огромного количества российских дронов водитель не сбрасывает скорость даже на бездорожье. Враг активно бьет бомбами, ракетами и снарядами. Ближайшие села оккупанты уже превратили в руины. Даже когда она передовое относительно спокойно, Сергей все равно не сводит глаз с пульта. Затишье здесь в любой момент может прерваться артподготовкой или очередным штурмом. Свой квадрокоптер десантник возвращает в пункт управления лишь для замены батарейки. Благоу, Крым! Здорово! Вы седайте? Я седайте. Прием. Мы вас чекали. Уставший, замученный, но счастливый аэроразведчик Цезарь вернулся на базу после 10-ти километрового марш-броска. Ходил на поиски потерянного утром беспилотника и нашел его практически у вражеских позиций. Минным полем, которое проходило, даже не знал сначала, что оно там, потом узнал. Тем, что в воздухе тоже летает. Пацанам там сложнее некоторым, чем нам, на самом деле, которые дальше стоят. И если мы им глазами помогать не будем, то ничего не получится у нас. Это кадры очередной атаки неподалеку от Новомихайловки. Такие штурмы противник превосходящими силами проводит несколько раз в день. Останавливают их десантники в основном с помощью артиллерии и дронов. Главная задача – не подпустить россиян впритык к нашим позициям. Вот такие, восьмидюймовые. Эти 14 FPV-дронов недавно передали подразделению. Но вражеские FPV буквально везде. Их значительно больше. Чтобы не выдать свои позиции, расчет этого тяжелого миномета лишний раз из-под земли старается не выходить. Когда звучит команда к бою, парни не обращают внимания ни на близость взрывов, ни на вражеские БПЛА в небе. Ведь их побратимам нужна огневая поддержка. Воевать стало гораздо труднее. Делится наводчик Николай. Враг быстро учится. Да и резервов у россиян достаточно. Утро был штурм. Вечером нет. Утром нет. К вечеру полезли. Сутки, двое. И уже лезут снова. Или у них пришло пополнение. Скорее всего, живой силы подтянулось, потому что лезут. Но, несмотря на все вызовы, десантники держат оборону.